Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Чем запомнился этот день, расскажу вам я, Диана Идрис, и журналисты информационной службы телекомпании ОТРАР. Вначале коротко о главном. Жилье со всеми удобствами. Просторные комнаты, современная кухня, библиотека и кинотеатр. Новое студенческое общежитие в Шимкенте стало временным домом для 500 учащихся университета. Должников по алиментам будут искать с помощью системы распознавания лиц. Возможно ли утечка данных и кого она коснется, кроме неплательщиков? Чаевые дела добровольные? В Казахстане планируют отменить взимание процента за обслуживание в кафе и ресторанах. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, алкоголь и курение. Врачи призывают задуматься. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают 18 миллионов человек. И зачастую это жертвы не врожденного порока, а приобретенных проблем по собственной же беспечности. Студентам срочно ищут крышу над головой. Жилищным вопросом серьезно озадачились даже в Министерстве науки и высшего образования. Настолько острой стала проблема. Наплыв иностранцев и резкое подорожание аренды квартир привели к тому, что многим учащимся теперь буквально негде жить. В Шимкенте этот вопрос, к счастью, решается. И на одно новое общежитие в городе стало больше. Дом для студентов на 550 мест сдан в эксплуатацию. В общежитии предусмотрен читальный зал, столовая и даже кинотеатр. Шинаро Разова об особенностях современного жилья для студентов. В этом общежитии смогут разместиться 550 иногородних. Для студентов, магистрантов и докторантов создали не только необходимые, но и современные комфортабельные условия для проживания. Общежитие построено в гостиничном стиле. Студентка первого курса Аим Рахман Кулказе уже успела оценить преимущества. Для девушки стало приятной неожиданностью совокупность комфортных условий, доступный размер платы. Стоимость одной комнаты от 23 тысяч тенге в месяц. 31 августа заселились, очень нравится, все помогают, цена приемлемая. В комнате есть шкаф, кондиционер, диваны тоже очень удобные. У всех комнат есть собственная ванная и уборная. В общежитии предусмотрен читальный зал, столовая, медицинский центр, прачечная и даже кинотеатр в зоне отдыха. Особенность этого общежития в том, что оно оснащено современной техникой для студентов. Созданы все условия. Локация рядом с университетом. В целом 1600 наших студентов обеспечены общежитиями. В новом доме для студентов из 550 мест 98% студентов уже заселились. Новое общежитие в Шымкенте включает два здания – трехэтажное и пятиэтажное по улице Байтурсынова. Построены они в рамках государственно-частного партнерства. Поздравляю всех с отрытием общежития. Можно смело сказать с днем рождения. Кстати, в этом университете я раньше учился. Это четвертое общежитие вуза. Всего в этом году в университет поступило 6 313 студентов. На проживание в общежитии подали 2565 заявок. И фактически все они одобрены, уверяет проректор университета. Шана Роразова, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР. И еще одна хорошая новость. Впервые в стране открылся колледж для студентов с особенными потребностями. Сейчас по двум специальностям в нем обучаются 48 подростков с инвалидностью, поступивших в учебное заведение по государственному гранту. Колледж работает при школе-интернате в Шымкенте и открыл аудитории с 1 сентября. Новый учебный год для подростков, нуждающихся в инклюзивном образовании, начался с приятной новости. Окончившие 9 классов в общеобразовательной школе стали студентами колледжа. Они будут обучаться в центре для детей с особенными потребностями. Подобных колледжей в стране еще не было. Шымкент стал площадкой для пилотного проекта. Сын Перезата Шербаева поступил в колледж по государственному гранту и через три года сможет работать по специальности плотник. Студент заинтересован освоить и швейное дело. Теперь наши дети, освоив профессию, смогут трудоустроиться. Мой сын никогда раньше не держал в руках иголки. Вчера я была удивлена и, конечно, порадовалась, что мальчик пытается шить. В учебном заведении наряду с учителями, со студентами работают педагоги-наблюдатели. В этой группе они имеют особую академическую свободу. Осваивать азы профессии студенты смогут и на дому. Мы разработали облегченные программы и проводим по ней занятия. Кроме того, совмещаем теоретические занятия с практикой. Колледж открылся в жилом массиве Сайрам при школе-интернате. В образовательном учреждении с полувековой историей обучается более 300 учащихся. Дополнительно открыты специальности кулинарного и обувного мастерства. Планируем открыть краткосрочные курсы по мобилографии. Эти специальности можно будет обучаться и профессии парикмахер. Колледж не только готовит специалистов, но и вовлекает особенных студентов в различные мероприятия. Подростки участвуют в общественной жизни образовательного учреждения, что позволяет прививать навыки, которые непременно пригодятся им в жизни. К другим темам. Отменить депозиты и обязательные 10% за обслуживание в кафе и ресторанах планируют в Министерстве торговли. Об этом сообщил глава этого ведомства Арман Шаккалиев. Министр считает, что чаевые должны быть делом добровольным. Согласны ли с ним предприниматели и скажутся ли эти изменения на стоимости блюд и зарплате официантов? Попробуем разобраться. Из меню кафе и ресторанов может пропасть графа за обслуживание. В разных заведениях она составляет от 10 до 15%. В Минторговле планируют это отменить. Посетители кафе и ресторанов смогут не платить 10% за обслуживание. Эти изменения в правила, регулирующие внутреннюю торговлю, предлагают внести уже в ближайшее время. Здесь надо исходить из чего? Если на входе в заведение есть публичная оферта, то есть это текст письменный, где написаны условия обслуживания, то и вы, прочитав эту оферту, вы заходите, вы дали согласие на такие условия. Мы сейчас готовим изменения в правила нашей внутренней торговли. Это моя позиция. Мы считаем, что если услуги вам предоставляются и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Сегодня чаевые и депозиты считаются незаконными, если посетителей с этими условиями не ознакомили. В этом ресторане на посменную работу ежедневно выходят минимум три официанта, в выходные больше. В администрации заведения говорят, зарплата у официантов фиксированная, и нововведение на нее не повлияет. Есть фиксированный оклад за смену, это 3000, и плюс к этому 6% от каждого чека зарабатывают официанты. Мы сначала должны обеспечить заработную плату нормальную сначала своим официантам, а дальше уже второй вопрос идет о выгоде ресторана. На официантов, на персонале это вообще не скажется. По словам президента Национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, о нововведении они узнали только сегодня и с ним не согласны. Говорят, графа обслуживания в меню уже является публичной офертой. И, читая меню, посетители соглашаются как с ценами на блюдо, так и с платой за обслуживание. Если ее не будут взимать, рестораторы, вероятнее всего, поднимут ценник на блюдо. Неминуемо произойдет увеличение цен на сами блюда. Те люди, которые заказывают доставку, соответственно, не платят на 10%. И получается, что в случае, если мы отказываемся от обслуживания в размере 10%, то, соответственно, 10% они лягут в стоимость самих блюдо. И тем людям, которые заказывают доставку, в основном, получится, они будут платить уже больше на 10%. В ассоциации уверены, прежнюю норму нужно сохранить и планируют донести свою позицию до министерства, чтобы нововведения пересмотрели и учли мнение бизнеса. Казахстанские эксперты размышляют, как отразится на Казахстане дефляция, которая в последние две недели наблюдается в России. Дефляция – это процесс обратной инфляции, когда цены на товары и услуги снижаются. Выдержат ли казахстанские товары конкуренцию с подешевевшими российскими? Узнаем в деловом обзоре. Оставайтесь с нами. Экономические новости на телеканале ОТРАР выходят при поддержке маркета «Черемушки». Некоторые товары и услуги в соседней России подешевели, правда, ненамного, на 0,02%. Снижение, по данным Росстата, в основном коснулось плодовощной продукции, авиабилетов, путевок в санаторий и пансионаты. Когда рубль был по 4, все поехали за машинами. То есть, прежде всего, если у нас опять какие-то такие моменты с курсом производят, то это даст как раз-таки на всю эту весомую долю потока туда. А если курс останется таким, каким бы там выгодными ценами ни стали, оно будет примерно одинаково. Экономисты считают, скорее всего, дефляция носит сезонный характер. Но если тренд сохранится из-за тесного товарооборота двух стран, казахстанские потребители, вероятно, тоже ощутят снижение цен. Эксперты отмечают, что о дефляции в соседней стране рано судить по показателям нескольких недель. К тому же есть другие моменты, которые со стопроцентной вероятностью отразятся на экономике и нашей страны. ЕЦБ ввел санкции, которые вступают в силу 15 сентября. Со 2 сентября идет срок по закрытию всех операций, в частности в системе Евроклирии. И сейчас вот эти все товары, которые приходили в Россию через Европу, их просто не будет. Это очень сильный удар по российской экономике, который рикошетом ударит по нашей экономике, потому что вот эти товары, они станут недоступны для Казахстана. Вот тогда некоторые продукты могут вовсе исчезнуть с прилавков магазинов, а ряд товаров, начиная от мяса и заканчивая сахаром и молоком, значительно подорожают. В Казахстане на средства, изъятые у коррупционеров, открыли 15 общеобразовательных школ для комфортного обучения детей, создали 19 тысяч ученических мест. Как известно, изъятые у коррупционеров деньги направляются в фонд поддержки инфраструктуры образования. Только за прошлые его пополнили на 150 миллиардов тенге. В следующем году ожидается открытие еще 20 новых школ. Таким образом, за 4 года на средства коррупционеров возведут 82 образовательных учреждения. Это поможет решить проблему трехсменов обучения аварийных школ, отмечают в Министерстве просвещения Казахстана. Казахстан становится популярнее среди иностранных туристов, особенно в период проведения пятых Всемирных игр кочевников. Интересуются поездками в нашу страну в основном жители Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи. По данным Тревел Пресса, за год количество поисков авиабилетов в Казахстан увеличилось больше, чем на 13%. Резкий скачок был отмечен в июле, за два месяца до начала соревнований. Тогда показатель увеличился на 24,5%. Это, в свою очередь, говорит о том, что многие туристы планируют свою поездку именно в связи с этим масштабным событием. Среди других стран, проявляющих большой интерес к Казахстану, можно выделить Малайзию, Канаду, Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и Таиланд. Напомню, игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. Ожидается, что участие в них примут больше 2800 спортсменов из 89 стран мира. В новом маркете «Черемушки» огромный ассортимент продуктов отличного качества из Европы и местных товаропроизводителей. Чаи и конфеты, соусы и специи на любой вкус, колбасы и сыры, молочные продукты и детское питание. Большой выбор свежих овощей и фруктов, соки и напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия. Широкий ассортимент бытовой химии. Маркет «Черемушки» – это высокий стандарт качества и свежести продуктов. Ждем вас по адресу улица Жильтоксан, 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем. Должников по алиментам в Казахстане собираются разыскивать через систему распознавания лиц. С таким предложением выступила Палата частных судебных исполнителей. В Генеральной прокуратуре уже применяют эту технологию. В августе в Алматы и Атырау запустили систему видеонаблюдения, которая способна распознавать беглых преступников. А вот в Европе обсуждают опасность таких технологий. На днях власти Нидерландов оштрафовали американскую компанию за создание незаконной базы данных. Они собрали фотографии пользователей, биометрические коды и другие личные сведения, используя приложения с функцией распознавания лиц. Чем грозит утечка данных, расскажет Анастасия Новикова. Безопасность системы распознавания лиц при всем ее удобстве вызывает тревогу у пользователей. В Европе, к примеру, вопросом приватности озадачились раньше, чем у нас, говорят эксперты. Некоторым компаниям там даже запретили использовать Face ID. Главная проблема помощника не в самой технологии, а в том, как и кто ее использует. Потому что основная претензия у нас же к распознаванию лиц в чем? Первое, то, что кто угодно может получить доступ к этим данным. Эта информация, наверное, один из самых халатомых пусков для злоумышленников. Злоумышленники могут не только украсть денежные средства, но и создать реалистичный дипфейк, чтобы вымогать деньги или информацию. Поэтому важно обеспечить безопасность этих данных и обозначить ответственность в случае их утечки. Ответственность операторов данных должна быть четкая и ясная, чтобы оператор данных понимал, что если он хранит у себя изображение лица, либо какие-то образцы видео или фото наших граждан, то нужно понимать эту ответственность. Сейчас уже наше правительство, наши депутаты инициировали депутатский запрос по поводу безопасности персональных данных и в том числе по поводу безопасности видео и фото материалов биометрии нашей. Тем не менее, отказаться от системы распознавания лиц полностью невозможно. Она прочно вошла в практику правоохранительных органов, помогая быстро идентифицировать подозреваемых для раскрытия преступлений, а также в работу государственных сервисов и банков. Теперь эта функция появится и в студенческих общежитиях. Отслеживая посторонних посетителей, осудоисполнители с помощью Face ID намерены разыскивать алименщиков. Поэтому операторам, которые хранят биометрические данные граждан, важно работать над безопасностью и быть готовыми к самым разным атакам. Внедрение новых технологий требует серьезных гарантий и защиты от злоупотреблений. Анастасия Новикова, Адвард Набдеев, Абзал Трабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар». В общем, за сердце хвататься пока рано, но поберечь главный мотор организма лишним не будет. О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний говорят специалисты кардиологического центра. Для предотвращения тяжелых последствий важна ранняя диагностика. Основные рекомендации с годами не меняются. Надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не курить и воздерживаться от алкоголя. Пациенты, которые перенесли инфаркт и сегодня борются с его последствиями, поделились практическим опытом реабилитации с шимкенцами. Два года назад 50-летний Нурмаган Бекбасына перенес инфаркт. Чтобы вновь не оказаться на больничной койке, мужчина пересмотрел питание, бросил курить и повысил физическую активность. В народе говорят, познаешь, когда тебя лично коснется. Раньше я не думал об этом. Курил по три пачки в день. Сейчас больше нахожусь на свежем воздухе. Хожу пешком, чтобы холестерин не поднимался. Лучше перейти с жирного мяса на конину. В рационе должно быть больше зелени, салатов и яичных белков. От мучного и сладкого лучше отказаться. Врачи говорят, гипертония – болезнь, которая быстро молодеет. И для предотвращения тяжелых последствий важна ранняя диагностика. В кардиологическом центре шимкента специалисты напоминают о профилактике сердечных заболеваний. А люди, которые победили недуг, делятся собственным опытом. На какие тревожные сигналы организма необходимо обратить особое внимание. Специалисты отмечают, в любом возрасте нужно помнить о своем давлении. Какое оно – знать уровень холестерина и содержание глюкозы в крови. Встречу с пациентами сегодня посвятили атеросклерозу. Обсудили с пациентами профилактику этого заболевания. Такие встречи полезны, люди внимательнее относятся к своему здоровью. И мы уверены, это изменит образ жизни пациентов с сердечными заболеваниями. В завершении встречи специалисты угостили пациентов полезным для сердца и сосудов салатом, в составе которого необходимы питательные вещества, витамины, микроэлементы и клетчатка. Шинар Уразова, Нурлан Алтембеков, информационная служба телекомпании «Отрар». Самые топовые новости Казнета продолжат наш выпуск. Спонсор новостей Казахстана на телеканале «Отрар». Центр традиционной китайской медицины «Мирей». Информация о всеобщем масочном режиме из-за COVID-19, который якобы должны ввести с 15 сентября, фейк. Об этом сообщили в Минздраве. Там пояснили, что сообщения о введении карантина, рассылаемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. В середине месяца в стране стартует вакцинация против гриппа, и масочный режим вводится только для работников медорганизации. По данным ведомства, ситуация с коронавирусной инфекцией под контролем, а тем, кто распространяет фейковую информацию, напомнили об уголовной ответственности. В Казахстане построят больше тысячи километров железных дорог. На сегодня КТЖ реализует ряд крупных инфраструктурных объектов. Все они должны быть качественными и сданы в срок. Потребовал от Казахстана Тимиржулы глава государства, выступая с посланием народу страны. Один из крупных – реконструкция линии Достык-Моэнтэ. Вдоль нее строят вторые пути протяженностью свыше 800 километров. До конца года поезда смогут уже курсировать по второму пути на двух участках до стык Акто-Гаи, Маэнты, Балхаш. Продолжается строительство обводной железнодорожной ветки в обход ЖД узла станции Алматы. Начались работы в Туркестанской области, где построят железную дорогу Дарбаза-Махтарал. По данным КТЖ, на всех строительных площадках в разных регионах страны задействованы порядка 5000 человек и свыше 1300 единиц техники. На всех проектах идет активное содействие и со стороны правительства, и с Министерства транспорта, и Акематов по областям. Это Акематы Карагандинской и ЖД Усульской области по Достык-Моэнтэ. Это Акематы Алматинской области по обводной станции Алматы. И, конечно же, большая помощь Акематы Туркестанской области по проекту Дарбаза-Махтарал, по которому я сейчас хотел бы отметить, что уже активно тоже работа начала, завершил землеустроительный проект, начался выкуп земельных участков, оценка земельных участков. В результате завершения данных всех проектов будет построено свыше тысячи километров путей, что было отмечено отдельно в послании от 2 сентября текущего года главой государства. И данное поручение в части завершения данных проектов в срок и качество мы обязательно выполним. Осень в Казахстан пришла по расписанию. Первые дни сентября во многих регионах были дождливыми и холодными. На востоке страны уже первые заморозки. Поэтому без зонтов и теплых вещей многие из дома теперь не выходят. Лишь на западе и юге пока по летнему тепло и солнечно. Синоптики успокаивают, дожди скоро прекратятся. Во второй декаде месяца ожидается даже повышение температуры. На севере столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Эти показатели окажутся выше нормы. А вот жители юга и запада будет бросать в жар-то в холод от 35 градусов до 15. Окончательно осень вступит в свои права уже в конце сентября. На севере и востоке ожидается дождь с переходом в снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться еще и порывистым ветром. В северных регионах, в Карагандинской, также в Восточно-Казахстанской областях и в области Абай ночью преимущественно составит 3,8 тепла. В отдельные дни могут наблюдаться заморозки. Днем колебания температуры от 10,18 до 21,26 тепла. На западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью в пределах 7,15 тепла. Во второй половине месяца на поверхности почвы также возможны заморозки. Значительно похолодает во многих регионах в середине осени. В октябре температура ниже нормы синоптики прогнозируют на юге, юго-востоке и в центре страны. А уже в ноябре казахстанцам придется доставать зимние вещи. Последний месяц осени будет холодным. К тому же в Казгидромете прогнозируют, что осадков на большей территории страны выпадет выше нормы. Центр традиционной китайской медицины «Мирей» – это современное медицинское учреждение с высоким уровнем сервиса. В центре оказывают следующие виды медицинских услуг. Первичный, повторный прием специалиста. Диагностика по пульсу и языку. Общий релаксирующий массаж. Лечебный точечный массаж. Антицеллюлитный массаж. Медицинские банки. Назначение фитопрепаратов традиционной китайской медицины. Ниглорефлексотерапия. В центре работают дипломированные специалисты со стажем работы более 30 лет, прошедшие подготовку в престижных медицинских университетах с соответствующими действующими сертификатами, подтверждающие законность работы в Казахстане. Центр традиционной китайской медицины «Мирей» с заботой о пациентах. Прикоснитесь к чуду и познайте секреты долгой жизни. Мы работаем с понедельника по субботу и находимся по адресу город Шимкент, улица Имаутова, 120. Мы продолжаем. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Благотворительный фонд «Отраржюре Г» продолжает свою деятельность. На этот раз команда «Отраровских добряков» провела концерт для постояльцев дома престарелых. Для героев праздника – подарки, песни, обеты, танцы. О том, как легко и важно творить добро, расскажет Шудин Саидов. Музыка для души. Благотворительный фонд «Отраржюре Г» продолжает свою работу. На этот раз фонд устроил настоящий концерт для постояльцев дома престарелых. Любви, как известно, все возрасты покорны. Дом престарелых не стал исключением. Здесь пожилые люди знакомятся, ухаживают за возлюбленными и женятся. Скоро намечается еще один той. Ему за 70, а невесте – 67. «Отраржюре Г» не только молодоженам. Каждому вручают подарки. Ну и куда же без танцев. Музыка для души. Я рада, что вас сегодня здесь вижу. Я рада, что вы в здравии. Желаю еще больше здоровья вам, долголетия вам, не болейте. Вы наша опора. Музыка для виновников «Торжества» сегодня звучат не только песни. Сотрудники телеканала и друзья подготовили яркую праздничную программу. Журналисты, операторы и техперсонал выступают вроде артистов. Впечатления, говорят, сами за себя. Удальше праздник. Людей много. Всех напали. Значит, хорошо. После концерта праздничный обед. Благотворительный фонд создан на базе телеканала «Отрар». Его задача оказывать помощь нуждающимся, о чем корреспонденты расскажут еще не раз. В Шымкенте продолжается еженедельная акция «Чистый четверг». Больше ста человек приводили в порядок придомовые территории и каналы. Организаторы – представители партии «Аманат». Перед акцией они в социальных сетях опросили горожан, какие участки требуют уборки. Такой подход позволил более эффективно распределить силы и ресурсы, отметил исполнитель и секретарь районного филиала партии Максат Жолдазбеков. Уважительное отношение к окружающей среде, сохранение чистоты там, где мы живем – это наша основная идея. Мы хотим, чтобы люди видели это и приучались не разбрасывать мусор, а выбрасывать его в отведенные места. Вот с таким намерением мы проводим эту акцию каждую неделю. На этом пока все. Смотрите новости. Оставайтесь в курсе. Хороших вам выходных. В субботу, 7 сентября, в Шымкенте ясно. Температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 10 градусов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!